Удивительно, но современные ученые говорят, само человеческое тело – это генератор фантастической силы. Но можно ли найти этому материальное подтверждение? Это покажется невероятным, но на самом деле доказательства уже найдены. Впервые на телевидении мы покажем, что еще вчера казалось фантастикой. Возможно ли перевоплощение в других людей, используя мантру «Е»? Мой долгий опыт показывает, что каждый человек поддается гипнозу. Пару дней назад я провела сеанс с Денисом Филипенко. И я могу с уверенностью сказать, что он может перевоплощаться в других людей. Он перевоплощался в таких людей, как Медведев, Путин, Харламов, странных певцов. Он даже переплатился в Джигурту. В это трудно поверить, но это факт, что, читая мантры «Е», возможно наладить связь с инопланетными существами. Взгляните на эти видеоматериалы. Очевидно, что достижение Дениса скрывает в себе какую-то загадку. Знаете, я всегда считала, что инопланетяне существуют. Вот только не могла понять, каким же образом они связывают с нашей планетой. Но пару дней назад, когда я увидела видео Дениса, у меня все стало совершенно ясно. Дело в том, что движение Дениса – это что-то внеземное. Но я никогда раньше не сталкивалась с подобной комбинацией. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что инопланетяне посредством Дениса и его силы «Е» передают ему скрытые послания, а Денис выражает их в танцевании, в движении. Дело в том, что сила инопланетян настолько огромна, что мне теперь приходится даже носить эту шапку, чтобы они не проникли в мою голову. Невероятно, но фермеры австралийских деревень, где часто появляются необъяснимые послания НЛО на кукурузных полях, каждый день в полдень танцуют абсолютно идентичный танец. Вероятно, что эти танцы – послания самих инопланетян. До 23 лет Денис даже не подозревал, что обладает какими-то сверхспособностями. Он закончил школу с отличием, потом институт, устроился на работу в нефтяную компанию программистом. Размеренный ход жизни прервал один случай. Однажды, забираясь наверх в гору, ему задали вопрос. Что значит? Сажки, у него не гоня. В это трудно поверить, но в теплый летний день, 5 июня, на верхушке небольшого холма, где на протяжении многих лет не ступала нога человека, действительно лежал снег и стоял снеговик. Денис понял, что, используя звуковую дорожку Е, может получать информацию из космоса и предсказывать будущее. В последнее время много людей заявляют о своих сверхспособностях, и я не вижу в этом ничего удивительного, так как человечество переходит в новую эру, эру Водолея. Каждый человек, каждая травинка на Земле обладает своим предназначением. И мне кажется, что Денис, рожденный как раз под созвездием Водолея, вполне возможно проявить свои экстрасенсорные способности именно в этот период. Также хочется отметить, что каждый экстрасенс по-разному получает информацию. Кто-то очень хорошо воспринимает ее посредством визуального контакта, кто-то же наоборот лучше воспринимает звуковые волны. Мне кажется, Денис больше воспринимает информацию на слух. Всем известно, что великие пирамиды в Гизе настолько сложны, что человечество до сих пор ломает голову, каким способом они были построены. Для каких-то целей комплекс Гизе имеет точную ориентацию по сторонам света. А выходы шах пирамиды Хеопса направлены на созвездия Орион, Сириус, Большая и Малая Медведицы. Существует теория, что пирамиды были построены не для ритуальных церемоний, а для связи с космосом. Во-первых, так сказать, для такого, как это принято считать, ритуального памятника, не нужна такая математическая точность. Она просто не нужна. Пирамиды являются ничем иным, как каналом для связи с космосом. Считается, что технология построения такого мощного канала связи с космосом известна только тем, кто умеет пользоваться энергетическими потоками. Денис Пилипенко является одним из них. С помощью мантры Е и пирамиды он подпитывает свою положительную энергию. В это трудно поверить, но Денису действительно известен секрет древних пирамид. Загляните на эту видеозапись. В 2013 году на озере Лох-Нес он построил уменьшенную копию пирамиды Хеопса. Сказок у нас был с той стороны. Мы заходили. Можно, так сказать, заползали до сюда. Остальное у нас было все так герметично упаковано. Было сложно строить. Мы таскали камни. Камни еще эти постоянно у нас падали. Видите, какой тут здоровый камин их притащил. Ох, да. Было как классно вообще. Итак, сегодня еще одной тайны стало меньше. Загадка перепела на расстоянии. В ходе нашего расследования нам удалось выяснить, какими возможностями обладает таинственная сила Е. однако на Земле существует лишь один человек, которому удалось постичь эту тайну. И это Денис Полипенко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok